Привет, с вами Soer, канал для тех, кто любит программировать и хочет делать это хорошо. Сегодня продолжаем тему с функцией DeepMerge, которую мы делали в прошлый раз. Сегодня мы в нее добавим типы. Помните, мы использовали TypeScript в прошлый раз? Я сказал, что в следующем видео будет понятно почему. Так вот, вот это видео наступило. Смотрите, типы это классная штука, классный инструмент, который позволяет нам дополнительно объяснить компилятору или транслятору или интерпретатору языка программирования, что у нас в программе должно быть и чего не должно быть. Грубо говоря, типы это описание для компилятора, какие значения могут быть переданы в функции или назначены для переменной. Соответственно, с помощью типов мы описываем те значения, которые могут передаваться в переменную. Если в нее будут каким-то образом передаваться другие значения, то компилятор нам об этом скажет. Давайте я это немножко на примере покажу. Давайте восстановим прошлое наше окошко. Слева у нас, соответственно, сама программа. Справа тест, а снизу у нас запускается тест. Так, здесь есть какая-то ошибка. Давайте, наверное, еще раз сохраним. Это я немножко экспериментировал. Да, нет, все нормально. Вот смотрите, старый тест, который у нас был. О чем я говорю? На самом деле, понятно, что мы должны передавать в DeepMerge только объекты. Но мы возьмем и передадим два массива. Что из этого будет следовать? Ничего, никаких ошибок, ничего не будет. Но на самом деле нам совершенно непонятно. Совершенно непонятно, что должно быть результатом. Чему должно равняться вот такое действие. Объединение через DeepMerge двух массивов. Какому-то еще массиву, либо чему-то еще. Мы это в своей спецификации не определили. То есть нам бы потребовалось сейчас это определить для того, чтобы у нас этот тест заработал. То есть так как у нас тест проходит проверку типов, он валится непосредственно. False выдается непосредственно в момент, когда мы проверяем наш тест. Что будет, если мы туда передадим место, скажем, массива? Ну, передадим туда функцию. Вот так. Функция это тоже объект в JavaScript. И, соответственно, наш TypeScript, так как у нас очень широкий тип объекта используется, он не ругается, он пытается это честно выполнить. И мы должны, соответственно, в нашей функции DeepMerge, в таком ее варианте, все эти варианты предусмотреть. Иначе рано или поздно мы можем столкнуться с ситуацией, когда в рентайме у нас будет неожиданное поведение. Ну, вот так устроено программирование, что если вы что-то не закрыли, какой-то способ, то рано или поздно кто-нибудь, да, и передаст туда не то, что надо. Поэтому, поэтому, что мы должны сделать? А вот мы как раз и должны использовать типы, чтобы сузить диапазон тех значений, которые у нас будут передаваться в функции. Таким образом мы уменьшим количество возможных входов в функции, а, следовательно, для нас нам нужно будет написать и меньше тестов, и предусмотреть меньше различных веток работы программы с разными типами данных. Поэтому первое, что мы делаем, мы должны понять, какие у нас должны быть типы. Ну, давайте начнем вот с того, какие у нас могут быть значения внутри объектов. То есть у нас есть значения, которые мы записываем вот для какого-то ключа. У нас есть ключик A, и у него есть число, массив, ну, строка еще может быть, да, то есть вот давайте с этого и начнем. То есть для начала мы определим тип, сразу сделаем его экспорт, назовем его DeepValue. Так, на самом деле придумывание названия типов это то еще занятие, поэтому в данном случае, возможно, можно было придумать что-то получше, но вот я написал то, что мне пришло в голову. Соответственно, у нас это может быть строка, это может быть число, с массивом пока подождем. И второй тип мы его обозначим как интерфейс. Вообще в TypeScript существует возможность использовать и ключевое слово тип, и интерфейс. Ну, вот в данном случае я использовал тип, потому что интерфейс предполагает наличие каких-то ключей, а тип этого не предполагает. Второй вариант я сделаю уже через интерфейсы. Вот у меня есть интерфейс, соответственно, я его назову DeepObject, и мне надо будет его как-то описать. Слава богу, в TypeScript есть возможность отдельно описать, какие значения могут быть у ключей объекта, а какие, соответственно, этим ключам могут быть сопоставлены значения. Поэтому я пишу вот такую особую конструкцию в квадратных скобочках. Key у нас является строкой. То есть у нас все ключи должны быть строковыми. А значение может быть как раз наше DeepValue. И так как у нас у наших значений может быть вложенная структура, соответственно, я возвращаюсь сюда и говорю, что у нас еще в DeepValue могут быть DeepObject. Таким образом я делаю рекурсивное определение. То есть мы можем глубоко-глубоко уходить по структуре объекта. И вот теперь я могу добавить массив и сказать, что в массиве тоже могут быть только DeepObject. То есть, а DeepObject это либо строка, либо число, либо... Так, нет, 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 DeepValue, конечно, что я пишу. Нет, могут быть только DeepValue. А DeepValue это, соответственно, строка, число, объект и еще один массив. То есть мы опять рекурсивно говорим, что в массиве могут быть как объекты, так и другие массивы. И мы должны их корректно объединять. Окей. Таким образом, вот этих двух типов, в принципе, достаточно, чтобы сделать более точное поведение нашей функции. Теперь мы идем в... Вот сюда, вот в эту функцию, в DeepMerge. И, соответственно, вместо объекта пишем DeepObject. И вместо, соответственно, второго объекта пишем еще один DeepObject. И вместо третьего DeepObjectа, вместо третьего объекта, опять же, пишем DeepObject. В общем, с объектами я тут запутался, но по итогу, по-моему, получилось все правильно. Давайте я сохраню. Да, и все получилось правильно. Более того, наши тесты... Наши тесты... Так. Так, так, так. Наши тесты упали. Как раз потому, что у нас есть еще функция Value. То есть MergeValue. И здесь у нас есть объекты. И, собственно говоря, в данном случае, вот этот из Object уже должен у нас быть и описан по-другому. У нас может быть на вход быть передано DeepValue, да, в эту функцию. А уточняем мы, что результат должен быть DeepObject. Вот такие конструкции в TypeScriptе называются гарды. Да, то есть они проверяют более широкий тип и на выходе говорят, является ли из-за этого широкого диапазона типов вот конкретно переданное значение чем-то более узким. Вот смотрите, у нас... Так, постоянно... Постоянно забываюсь. Смотрите, у нас есть DeepValue, которая может быть строкой, числом, DeepObject и еще массивом DeepValue. И вот мы, когда говорим из Object, мы проверяем, что DeepValue у нас конкретно вот этот вариант. И мы, соответственно, возвращаем Boolean, если именно этот вариант. То, что мы не передадим сюда что-то другое, там null, undefined, гарантирует нам TypeScript, потому что вот только один из четырех вариантов может быть передан. А то, что мы вернем именно true только в DeepObject, гарантирует наша проверка. Таким образом, мы уточняем, что результатом вот этой функции будет как раз DeepObject. И вот наша ошибка, которую выдал до этого наш TypeScript, она уходит, потому что теперь мы вот в этой проверке не просто какие-то объекты JavaScript находим, а находим именно наши объекты, наши DeepObject, которые в данном случае передаются в DeepMerge и мерджатся. И вот, кстати, эта конструкция, когда мы из одной функции вызываем другую, а из другой функции опять первую, то есть через одну функцию перескакиваем, называется косвенная рекурсия. То есть мы здесь используем не прямую, а косвенную рекурсию. Окей. Соответственно, мы сделали типизацию, и осталось только правильно определить типы функции MergeValues. Так, DeepValue, DeepValue, и результат DeepValue. Таким образом, давайте сейчас проверим, проверим, что у нас тесты проходят. Замечательно проходят. Таким образом, мы избавили себя от необходимости. Теперь проверяй все другие варианты. Давайте попробуем теперь запустить Expect, как у нас было в DeepMerge. Ну, например, функция с пустым объектом. ToEqual. Ну, также возьмем вопросики. Не знаем, что должно у нас получиться. И видите, во-первых, нам выдается... Так, так, так... Что нам выдается? А, так, вот здесь нам надо доопределить. Тем не менее, нам выдается нашим TypeScript Server ошибка о том, что аргумент с функцией не может быть назначен DeepObject. То есть, вот сразу отработал тип. И то же самое выдается в расшифровке нашего теста. То есть, мы теперь даже скомпилировать не можем неправильный вариант. Давайте вместо функции попробуем еще передать, ну, допустим, объект. И здесь тоже нам выдастся, что нельзя передать массив. Вот, он, правда, описан вот так интересно, undefined. Is not assignable to parameter of type DeepObject. То есть, нельзя назначить этому параметру. То есть, вот эти все проверки, которые не валидны с позиции типов, мы теперь просто не можем сделать. И, соответственно, нам их просто не надо делать в этом варианте. Как видите, типы позволяют нам уменьшить количество вариантов поведения функции, не добавляя туда утиной типизации, не проверяя все значения в самой функции, не предусматривая какого-то поведения. То есть, типом мы можем сузить количество тех значений, которые мы можем передать функцию, и тем самым сделать ее более стабильной. Она будет работать лучше, и еще на этапе компиляции, интерпретации, будет выдаваться ошибка о том, что мы неверно используем типы. Еще здесь можно поговорить о чем? О том, что мы сделали достаточно удачный дизайн функции. Ну, во-первых, это monoid, классное такое слово из математики, которое буквально означает, что у нас есть множество значений deep object, которые могут в бинарной операции deep merge, где есть source и target, выполняться и еще ассоциативно выполняться, и тем самым мы можем их комбинировать аппликативно, то есть цепочку выстраивать. По поводу вот такого дизайна, вот как нам математический аппарат в виде моноида позволяет сделать хороший дизайн, если интересно, можно сделать отдельное видео. Я не хочу сейчас распространяться, коротко я обрисовал, но я думаю, вы ничего не поняли. Если интересно, то вот можно написать об этом в комментарии, и мы поговорим, почему, теряя из математики понятие моноида, мы можем сделать довольно интересный дизайн у функции и проверить ее на интересные свойства. Еще здесь можно поговорить, что делать дальше вот с этими тремя тестами. На самом деле, теперь у нас уже есть программа, которая функционирует, и мы можем отрефакторить тесты таким образом, чтобы вместо трех условий, трех предположений, у нас было одно с одним большим сложным объектом, точнее, с двумя сложными объектами, которые мерчатся в еще один сложный объект, то есть результирующую спецификацию, которая будет все эти частности учитывать. И нам тогда не надо будет дополнительно делать три проверки. Мы это можем сделать одним экспектом, одним дипмержем с описанием довольно сложной структуры. Если интересно, тоже можно это сделать в отдельном видео, напишите в комментариях. Ну, на этом пока все. Если будет интерес к продолжению развития этой программы, то мы обязательно продолжим. Спасибо, что смотрели. С вами был Савер. До свидания.